Ребята, всем привет! Меня зовут Изат, вы на канале Z-Tigr. Сегодня я вам покажу, как сварить черный металл толщиной 12 мм. Внахлёст американкой. Я вот это место подзачистил, по бокам прихватил своим телом. Несколько проходов буду делать. Сейчас покажу, какие движения я делаю для того, чтобы получить красивые качественные швы. Берем горелку. У меня сопло шестерка. Упираемся, прям в угол упираемся. Вылет электрода, прям вот чуть ли, ну где-то наверное, блин, маска опустилась. Сейчас маску сниму. Упираемся горелкой, повторяюсь, да? И мы вот так вот, раз, два, раз, два. Просто движение вверх-вниз делаем. Чуть-чуть под наклоном горелка, вот, получается под 45 градусов, и мы чуть давим вперед и просто вот, вверх-вниз. Под наклоном, вверх-вниз, и всё. Горелка ходит сама. Раз, два, раз, два, раз, два. Можно. Ну, чем больше вы вверх или вниз опускаетесь, да, тем больше у вас получается шов. Тем, чем меньше, ну, тем меньше будет шов. Логично. Вот. Либо вот так вот, быстро-быстро-быстро, либо медленно, но чуть побольше размазывать будем присадку. Давайте покажу в деле. Ампераж у нас стоит 185 ампер. Глаза. Как я и показывал, ребят, под углом, вверх-вниз, вверх-вниз. Сейчас я вам покажу, что получилось. Так, стоп. Вот такой вот, ребят, первый проход получился у нас. Как видите, у нас чернуха, присадка чёрная, а цвет золотистый, как будто нержавейку варим. Ампер стоит 185, ребят. Вот такая вот красивая шля. Вот. Сейчас будем проходить второй шов. Сопло поменяю с шестёрки на восьмёрку. Давайте, ребят, теперь я вам покажу процесс заполнения. Вот, покажу, как я это делаю. Вот. Постараюсь подробно вам показать, объяснить, чтобы у вас так же получилось всё красиво, качественно. Я поменял сопло с шестёрки на восьмёрку, да, как я уже говорил. Вот. Вылет электрода сделал ещё чуть побольше. Упираюсь вот об стенку, внахлёст, да, которая сверху. Упёрся. И всё. И делаю такие движения. Сначала иду вниз. Ну, кто-то хочет, если может, идти вверх. Как бы мне обычно... Мне просто удобно снизу начинать. Я вниз делаю движение такое, потом вверх, потом вниз, потом вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. И теперь смотрите за рукой, как у меня рука это делает. Ну, чтобы вы понимали, как крутить рукой, да. Тут особо, то есть, сильно много знаний не надо. Тут одно движение, вот. И, в принципе, где-то быстро она делается. Вот, смотрите. Всё. Сопло само ходит. Это вообще, это самый такой эффективный вариант, ребят. Я вам сто процентов говорю. У вас при... При просто, да, стыковом соединении так можно варить. Вот так вот. А в нахлёст, если есть упор или при тавровом соединении, это вообще, это проще некуда просто. Берём вот так вот. Вот так вот я прошёл, получается, корень. Да. А теперь я точно так же, но чуть, чуть побольше, так скажем, выжимаю. Вниз, вверх. Точно так же. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Вниз, вверх. У меня сопло само ходит. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Просто вам нужно следить за ванной, чтобы у вас равномерно ложился шов. Раз, два. Раз, два. Ну и скорость. Соответственно, тоже соблюдайте. Вот. Вот, потому что, если вы где-то затормозите, ну, понятное дело, что у вас там некрасивый шов получится. Вот. Ну и будет уже нагреваться. Поэтому старайтесь найти свою скорость, найти свой ампераж. Вот. И варите в удовольствие. Давайте я вам покажу это в деле. Глаза. Глаза. Ребята, у меня сейчас в руке три присадки маленьких. Так как большой присадки нет, к сожалению. Так, сварили. Сейчас присадки уберу. Все, отломал присадку. Теперь смотрим, что у нас получилось. Вот такое вот у нас облицовочное, точнее, заполнение. Вот. Заполнение у нас вот такое вот получилось. Это второй проход, ребят, который вы сейчас видели. Вот. Вот так он выглядит. Вот. Белый такой, красивый. Белый-золотистый шов, да? Соломенный такой. Вот. Так что, учитесь, ребят. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь. В будущем я вам буду рассказывать, показывать о других металлах. Вот. В разных положениях. Вот. Про настройки расскажу, покажу. Вот. Всем удачи. Всем пока.